26 января во всем мире отмечался Международный день таможенника. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, который в 1994 году получил свое нынешнее название – Всемирная таможенная организация. Цели и задачи этой организации достаточно серьезные. Прежде всего, эта организация стремится к созданию единообразных таможенных систем во всем мире. Весь мир торгует. Если есть торговля, нет войны. Так вот, чтобы каждый участник этого процесса понимал, что в какой стране как происходит, наша организация «ФТАМА» пытается урегулировать эти вопросы. То есть разработать технологии, которые применяются в подавляющем большинстве стран. Разработать безопасные цепи поставок, упростить процедуры, борьба с правонарушениями в таможенной сфере и многое-многое другое. Вот чем занимается вот эта организация. Федеральная таможенная служба России посредством организации международного таможенного сотрудничества решает комплекс задач в области международной деятельности, способствующих развитию внешней торговли Российской Федерации. И вот это шаг за шагом, степ-бай-степ мы дошли до того, что сейчас имеем. Это высокоразвитая, высокоинтеллектуальная, прогрессивная, хорошо обеспеченная таможенная служба Российской Федерации. В Приморье крупный транспортный узел, связывающий разные концы света. Без таможенных специалистов мировая логистика оборвется. Они принимают и пропускают дальше посылки всех видов, размеров и адресатов. Совсем недавно, когда порты Владивостока были перегружены, таможенная служба обеспечивала равномерное течение работы портов. Таможня работала вот в эти пиковые дни, пиковые месяцы, когда огромное количество контейнеров приходило в порты, работала во взаимодействии с портами, во взаимодействии с перевозчиками. Совместно какие-то вопросы решались, чтобы побыстрее выпустить, побыстрее подать декларацию, побыстрее ее выпустить, досмотреть, если есть такая необходимость, либо осмотреть. И, соответственно, вывезти с территории порта, освободить для следующей партии. Во время пандемии активизировалась интернет-торговля, увеличились объемы поставок посылок. Так вот, отработали мы в Уссурийске и Владивостоке 9600 таких тысяч пассажирских таможенных деклараций, в которых было заявлено 568 тысяч индивидуальных накладных. То есть, по сути, 568 тысяч посылочек. Это 1365 тонн товаров. 1365 тонн товаров приехало сюда. Стоимость этих товаров – 4,5 миллиарда рублей. Владивостокская таможня постоянно совершенствует свою работу, внедряет и активно применяет передовые информационные технологии в целях создания благоприятных условий для развития внешней торговли, увеличения товара оборота, обеспечения собираемости таможенных платежей, осуществления контроля за соблюдением участниками международной деятельности таможенного законодательства. Екатерина Зверева, Новости на Восьмом.